Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Присоединяемся, друзья! И начинаем! Девочки, сегодня я провожу прямой эфир со странички СПУ. Это страничка Союза профессионалов Украины. Именно Союз профессионалов Украины, он проводит чемпионаты Украины 23 год подряд. 22 года проводятся чемпионаты Украины, отборочные туры проводятся по 10 городам Украины в разных регионах для того, чтобы любому мастеру было удобно участвовать в конкурсах. И итог отборочных туров чемпионата Украины – это сам чемпионат Украины, который проходит в Киеве ежегодно, и в нем соревнуются уже лучшие из лучших мастеров, либо же любой мастер, который хочет принять участие в чемпионате. Я вам буду сегодня рассказывать о номинации Time Record French, но хочу немножечко обобщить еще. Для того, вот присоединяйтесь все, кто просто мастер, кто мастер-конкурсник. Чемпионаты – это совсем другой уровень обслуживания, это совсем другая жизнь, как я всегда говорю. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, пока вы находитесь дома, на карантине, либо же уже вышли с карантина, но не имеете возможности, например, общаться с тренером или не знаете еще, кто ваш тренер, вы можете всю информацию о чемпионатах посмотреть на сайте СПУ. Я напишу вам немножечко позже, как пишется правильно сайт. То есть там вы можете ознакомиться со всей информацией, вычитать правила непосредственно конкурса, потому что у нас есть правила участия в чемпионате. Вы можете ознакомиться со всеми номинациями, которые существуют в чемпионате по ногтевой эстетике. А их очень много – 8 номинаций по моделированию, 8 по маникюру и аж 15 художественно-творческих, которые включают в себя и постеры, и художественные росписи, и лепки в разных техниках. Огромное количество номинаций, где может каждый мастер показать свой талант, проявить свой талант. Естественно, с выбором номинаций вы определяетесь либо же сами в том, в чем вы сильны, либо же вам помогает определиться тренер, потому что тренер всегда видит, на что вы способны и толкает вас всегда вперед. То есть, в чем необходимо немножечко больше где-то развиться, где-то что-то вам сделать, и вы уже герой, вы уже практически призер. Вычитывая правила, вы ознакомитесь с правилами, с перечнем номинаций, и, конечно же, увидите еще пункт о том, что в конкурсе есть разделение на категории. У нас есть разделение на студенты, юниоры, мастера и профи. Это все сделано только для того, чтобы каждый из вас участвовал, соревновался в равных условиях. Поэтому не бойтесь участвовать в чемпионатах, так как благодаря вот этому разделению вы всегда участвуете среди равных, и, естественно, спрос к вам одинаковый. Поэтому не стоит в чем-то сомневаться, в чем-то бояться, необходимо присоединяться к нам. Всю информацию, которая вас интересует, вы можете уточнить, перезвоним к менеджеру. Если менеджер, к примеру, не знает какой-то ответ на ваш вопрос, менеджер всегда обращается к судейскому составу, и кто-то один из судей помогает вам отвечать на этот вопрос. И, в принципе, все-все-все вопросы всегда у нас решаемы. Теперь, девочки, хочу начать с того, что сама по себе номинация Time Record French – это номинация на скорость по френчу без потери качества в моделировании. Если вы хотите участвовать в этой номинации, то проще всего начинать участие с салонного моделирования ногтей, потому что в салонном моделировании ногтей дается чуть больше времени. А рекорд есть рекорд. В рекорде необходимо сделать пять ногтей на одной руке модели за 30 минут. Хочу еще немножко добавить, что номинации существуют как очные, так и заочные. Заочные – это те, которые вы выполняете дома, это, опять же, художественная роспись в коробочках, это лепка, это 3D-дизайны, это очень много, 15 творческих номинаций, вы можете их готовить дома. А очные – это те, в которых вы соревнуетесь на поле и выполняете либо же маникюр, либо же моделирование на руке модели. Поэтому сегодня в практической части обязательно вам покажу, как это выполняется на модели. Ну, в принципе, буду делать на себе, но дам вам такой классный мастер-класс по моделированию френч. Смотрят меня сейчас разные мастера, возможно, наши конкурсники, возможно, просто мастера, которые хотят встать на этот путь. В любом случае, помимо того, что я вам расскажу, я вам покажу еще мастер-класс по моделированию френч. Для того, чтобы вы понимали, что выкладные френчи – это не сложно. Выкладные френчи – это легко, и любой выкладной френч делается по времени ровно за столько, за сколько вы выполняете покрытие гель-лаком, там, со снятием, с маникюром. То есть, в то же самое время вы можете выполнить выкладной френч. Еще хочу добавить, что мы с вами живем не в прошлом веке. Что-то долгое – это уже не для нас. У нас существуют современные материалы, у нас существует современное оборудование, которое, в принципе, помогает нам с вами работать очень быстро. Хочу вернуться еще к правилам конкурса. Всегда все правила для участия в чемпионате, они утверждаются, корректируются, дополняются на ежегодном заседании судейской коллегии. Номинации постоянно пополняются, либо же корректируются, вносятся какие-то изменения. Для чего? Для того, чтобы вам было интересно соревноваться. Для того, чтобы добавлять нам как-то больше современных тенденций, как в моделировании, так и в маникюре. Потому что еще, например, в прошлом году у нас не было номинации безопила и модное моделирование. В этом уже есть. То есть, мы постоянно чего-то добавляем. И поверьте, всегда каждая прописанная критерия, либо же правила каждой номинации, это уже проверенное нашим опытом каждое слово на понятие. Для чего каждой номинации критерий? Для того, чтобы вам было проще готовиться, а судьям объективно оценивать работу. То есть, для того, чтобы начинать готовиться в конкурсе, вы выбираете номинацию, вычитываете задание. И в задании четко прописано, что необходимо сделать. И указаны критерии, по которым будет оцениваться эта работа. Поэтому не так-то все, девочки, и сложно все. Вы можете готовиться сами, вы можете выбирать тренера, опять же-таки, на сайте СПУ, заниматься с тренером. Здесь уже как вы пожелаете. Номинация Time Record French, она появилась три года назад. И вот эту номинацию на скорость предложила одна из наших коллег. Судейский состав эту номинацию одобрил. И мы ее внедрили три года назад. Хочу сказать, что я очень горжусь, потому что название этой номинации дала я, так как у меня в школе существует семь курсов повышения квалификации именно рекордных техник по френчу. Они так и называются Time Record French. И стопроцентно на этих всех курсах я разбиваю мифы и стереотипы о том, что френч – это сложно. Ничего сложного в этом нет. Главное – начинать. Вот с чего-то брать и начинать. Итак, я сейчас переключаю камеру. И у нас начнется с вами мастер-класс. И самое интересное, потому что я буду рассказывать вам по полочкам, по критериям, схемах и в наглядном пособии демонстрировать на себе. Поэтому оставайтесь до конца и смотрите внимательно. И так. По нашим стандартам в номинации «Салонное моделирование французский маникюр», а также «Time Record French» есть определенная архитектура моделирования ногтей. Эти схемы, они есть в правилах. То есть, когда вы себе распечатаете правила, вот так вот, как это сделала я, либо же вы можете просто это все смотреть в электронном виде на сайте, вы найдете номинацию «Салонное моделирование ногтей французский маникюр» и там будет прилагаться вот такая схема с архитектурой ногтей, которую вам необходимо сделать на конкурсном поле. Поэтому, придерживаясь этой схемы, вы с легкостью можете приступить к моделированию. В номинации «Салонное моделирование ногтей французский маникюр» существует аж 14 критерий оценки. В тайм-рекорде будет всего лишь 7, в 2 раза меньше. Но стиль выполнения френча будет практически такой, как в салонном моделировании французский маникюр. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на вот эту схему, для того, чтобы у вас было наглядное пособие, каким должен быть сам ноготь. В задании, в салонном моделировании ногтей французский маникюр необходимо выполнить на руке модели, на одной руке модели, на пяти ногтях, салонное моделирование за, вот смотрите, мастера и профи за час, категория студенты час 20, юниоры час 10, ну, то есть за достаточное такое вот количество времени. В рекорде же по-другому, это рекорд по френчу. В рекорде необходимо выполнить френч за 30 минут. А если вы сделаете его еще быстрее, то каждая минутка будет вам засчитываться как балл. Отличия таковы. Если у нас в салонном моделировании есть четкое задание, чтобы выполнить моделирование в скульптуре френч в соотношении ногтевое ложе и свободный край 1 к 2. То есть, что это такое? Ногтевое ложе меряете, к примеру, 14, делите на 2, у вас получается край 7. Это правило к салонному. Четко 1-2 ногтевого ложа. У рекорда проще. У рекорда допускается ногтевое ложе, опять же таки, разной длины, какой бы вы ни выполнили. И обязательная длина свободного края не менее 5 мм. Поэтому, я думаю, что по вот такой вот разметке вам гораздо проще будет сделать моделирование. Плюс, в салонном моделировании, глядя на продольный изгиб, у нас нарисован четко вот такой вот плавный изгиб архитектуры. Плавная продольная арка. Она характерна салонным архитектурам. В рекорде, если вы, например, предпочитаете моделирование с апексом чуть ближе к кутикуле, который будет находиться в одной трети, к примеру, и более такой вот ровный продольный изгиб, вы имеете полное право это сделать. Очень важно будет увидеть одинаковость вашей работы. Поэтому каждый мастер может проявить в этой номинации свой стиль и почерк. Итак, я сейчас вам зачитываю прям полное задание по этой номинации. Так как я уже вам сказала, эта номинация проходит у нас на конкурсном поле, то есть это очная номинация. В задании необходимо выполнить на одной руке модели пять ногтей в стиле френч. Здесь нет разделения на категории. Поэтому может участвовать, конечно же, мастер, либо профи. Для них это будет очень легко. Но имеет полное право участвовать и студент, и юниор, если он вот такой вот скоростной мастер. И такие даже бывают. Поэтому любой мастер может брать участие в этой номинации. В задании необходимо выполнить моделирование френч и разрешено совмещение технологий и техник. То есть из любого материала вы можете сделать френч. Еще пару лет назад у нас было разделение на салонное моделирование французский маникюр гелевая технология, французский маникюр акриловая технология, конкурсная гелевая и акриловая технология. Сейчас все в разы проще. Судейская коллегия приняла решение объединить номинации. И в салонном моделировании ногтей французский маникюр вы можете выполнять моделирование любым материалом, которым вы справляетесь лучше всего. И в конкурсном точно так же, и в тайм-рекорд френч. То есть любой материал, который у вас суперскоростной, которым вы владеете, вы можете совмещать технологии, вы можете моделировать очень-очень быстро. Вот эта номинация, она развивает любого мастера на скорость в салоне. Я очень приветствую эту номинацию. Я максимально стараюсь ее развивать. И вот знаете как, максимально стараюсь поддержать каждого мастера, который даже не думает участвовать в этой номинации, но я реально его заставляю. Почему? Потому что в первую очередь вы работаете быстро в салоне. Представьте, выкладной френч вы делаете за час либо за полтора. Это круто. Вы же понимаете, сколько денег стоит этот выкладной френч? И вот чем больше вы будете тренироваться, готовиться и участвовать в конкурсах, тем у вас будут работы выше, они будут ценнее для вашего клиента, но и вы будете иметь статусность. Это понятно. Вы будете зарабатывать титулы чемпионов и, естественно, будете работать на совсем другом прайсе. Так вот, из любого материала можно сделать френч. Единственное, что ногтевое ложе необходимо выполнить из камуфлирующего материала, не из прозрачного. Прозрачная часть у нас может быть только в зоне кутикулы, а удлинение и само тело удлинения ногтевого ложа необходимо выполнить камуфлирующими материалами, плотными, либо же полупрозрачными. Здесь уже на ваше усмотрение, но только непрозрачными. Белый край вы тоже подбираете на свое усмотрение. Это может быть ярко-белый оттенок, это может быть более какой-то молочно-белый, но белый, естественно. Нельзя использовать типсы, то есть запрещается использование типсов. Ну и, естественно, перманентный френч, это понятно, мы здесь делаем только выкладной френч. Запрещается устанавливать шаблоны до гонга, это уже идет нарушение правил. И, естественно, нанесение каких-либо покрытий до гонга на ногтевую пластину. Ноготь перед началом работы должен быть вот в таком вот состоянии, как у меня сейчас. Это классический опиленный, перепиленный ноготь модели. Да, у меня тоже такие ногти, потому что я практически каждый вечер выхожу в прямые эфиры, показываю вам моделирование. И, естественно, у меня вот такое состояние. Разрешается подготовка ногтевой пластины до гонга. То есть вы готовите ногтевую пластину механическим способом. Вы даже можете химическим способом обработать, то есть чтобы протереть, обезжирить. Она у вас будет готовая. На конкурс вы дома, в домашних условиях готовите, подрезаете формочки, шаблоны. Здравствуйте, девочки, кто присоединился к нам. И если вы еще не в конкурсном движении, я всех вас приглашаю в этот мир скорости, в этот мир, вот такой вот яркий мир, в мир чемпионов. И поверьте, все начинается с френча. Ну, по крайней мере, у меня. Итак, спасибо вам за сердечки. Пишите тоже комментарии. Я буду подсматривать одним глазом. Если вам интересно, пишите обязательно, потому что мне необходимо видеть с вами обратную связь. Так как я вас всех не вижу, мне это тоже как-то вот очень странно, дискомфортно, проводить какие-то мастер-классы, не видя вас. Так вот, вы имеете право подготовить ногтевую пластинку, вы имеете право подготовить, подрезать шаблоны, все сложить их, и на поле по началу гонга вы начинаете ставить шаблон. Смотрим теперь внимательно мой мастер-класс. Я буду делать вам ноготочек. Я полностью смоделирую вам вот тот ноготь, который нам необходимо сделать в этой номинации. Смотрите все внимательно. Это моделирование вы можете применять при работе в салоне и, конечно же, применять на конкурсе. Так, сейчас я установлю еще, приготовлю себе лампу. И все. Так, итак, подготовленные шаблоны на подготовленный ноготь вы устанавливаете. Все это делается очень быстро, девочки. У вас одна минута на постановку двух шаблонов. Вот, не больше. То есть, по полминуты на один. Как сложить подготовленные шаблоны? Есть лайфхак, у меня вечно слипаются. Конечно, есть лайфхак. Естественно, подготовленные шаблоны вы клеите обратно на вашу ленту, от которой вы срывали, и в какую-то такую коробочку, в которой они там будут, знаете, как у вас вот отдельно такие есть сейчас коробочки с ячейками, как органайзеры. Вот туда раскладывайте, и все будет ок. Готовьте, девочки, по два шаблона на один ноготь, это если при подготовке. Вот такие я сегодня вам все выдам секреты конкурсных подготовок, которые, в принципе, я провожу всегда на конкурсных тренингах. Но смотрите внимательно. Я точно знаю, что каждая из вас увидит очень много интересного и важного для вас. Итак, вы ставите шаблоны на все пять пальчиков модели. Теперь дальше думаем. Нам необходимо с вами сэкономить время. Мы знаем, что всегда у нас ногтевая пластинка готовится таким образом. Мы в салоне наносим дегидратор, мы наносим праймер, мы наносим базу перед моделированием. Здесь на конкурсе все-все-все вот эти слои, это будет много, это будет долго. Поэтому выбираем. Если вы протерли перед постановкой шаблона, хорошенько обезжирили клинсером ногтевую пластину, вы можете исключить дегидратор. Если же вы исключили дегидратор, это уже какая-то секунда времени, потому что в рекорде все на секунды построено. Если же вы используете, к примеру, праймер, бонт, то вы можете не использовать базу. Либо же наоборот, зная высокие адгезивные способности, к примеру, своей базы, вы исключаете праймер и наносите только базу. Но можно исключить и эти два средства. Вы можете использовать свой прозрачный однофазник, моделирующий гель, нанося его как базу, как адгезив и моделируя сразу же удлинение вашего краешка, вашего кончика. Это именно то, что я сейчас и буду вам выполнять. То есть я исключаю моменты, девочки. На конкурсе мы должны быть с вами, ну так, немножечко-немножечко похитрее. Ну, вот так вот. Извините меня, уважаемые коллеги-судьи. Но иногда нам приходится хитрить для того, чтобы выйти на рекордное время по френчу. Так, сейчас я вот так вот сделаю, чтобы им не было видно. Итак, по гонгу вы установили шаблоны и начинаете быстренько промазывать либо же базу, либо же берете однофазник и сразу промазываете его как базу по ногтевой пластинке и тянете длину свободного края. Длина свободного края у вас должна уже быть отмечена на шаблонах. Помним, что если вы удлиняете ногтевое ложе, вы должны отметку сделать на шаблоне до кудова вы будете его удлинять. Второе. Приплюсовываем еще минимум 5 миллиметров, а то и 5 с хвостиком, либо же 6 миллиметров, для того, чтобы нам хватило на свободный край. То есть, вот эту математику вы высчитываете сами относительно ногтей своей модели, записываете это все, делаете четкий расчет и только потом уже начинаете моделировать. То есть, это как домашнее задание. Все вот эти математику, вот эту вы выполняете, естественно, в домашних условиях. Это вы делаете дома. Итак, нанесли подложку. Я считаю, что подложку скоростной мастер может наносить на 2 пальчика фиксировать, либо же на все 4 фиксировать. Смотрите, девочки, вот как будет еще вести ваша модель. Почему? Объясняю, почему я отправляюсь сушить в лампу. Если модель, ваш единомышленник, она уже прошла с вами вот этот путь, она вам помогала, она знает, что такое участвовать на конкурсном поле, она, естественно, будет стараться ни за что не зацепить. Она уже будет знать, как пальчики свои ставить в лампу, как их доносить до лампы. В общем-то, она уже должна быть в курсе событий. Но если у вас случается так, что модель у вас какая-то новая, вот вы с ней еще только-только познакомились, возможно, она не запомнила все-все-все ваши просьбы касаемо поведения и помощи вам, как мастеру. Помощь в чем заключается? Чтобы не прислониться, не сбить вот ту выкладку материала, которую вы сделали на 4 пальчиках. Да, ну то есть это правильное держание пальцем, в принципе. Так вот, если она этого еще не понимает, не чувствует, конечно же, делайте по одному пальчику, фиксируйте подложку и досушивайте, когда у вас будут все 4 в одной плоскости и потом один ноготочек ровненько. А эфир останется, а то я на начало не успела. Да, я буду стараться сохранять эфир, вот, поэтому, девочки, все пересмотрите. Итак, после того, когда вы сделали подложку, начинаем выкладку материала. Ну, естественно, до того, как идти на поле, вы уже должны четко были понять, какой материал вы будете использовать в этой номинации, то есть чем вы работаете быстрее. Кто-то быстро работает гелями классическими, кто-то гелями желе чувствует, вот, да, гель желе, кто-то акрилом, кто-то полигелем. Любой материал допускается в этой номинации. Единственное, что ногтевое ложе необходимо сделать из камуфлирующего материала. Вот и все. Поэтому, когда мы тренируемся, всегда вы чувствуете, что быстрее всего чувствует ваша кисть руки, то есть что кисточка быстрее всего распределяет. Я буду показывать вам в полигелевой технологии, то есть я делаю ноготочек сейчас вам из полигеля и скажу вам по секрету, что быстрее всех в этой номинации справляются вот за последний год то, что я отследила, акриловые мастера, то есть мастера, которые работают акрилом. Но, но, первый рекорд, когда вот впервые-впервые была запущена вот эта номинация в конкурсе, у меня участвовало 4 участника из моей команды в этой номинации. 4. Все работают в гелевой технологии. Они вообще вот настолько молодцы, видать, вот уже настолько чувствуют этот материал, что они все справились с задачей. Они все вложились во время, представьте, в 30 минут, двое из них стали победителями, третье, одно из призовых мест заняла участница другой команды, все же остальные там буквально разница у них в баллах была единицы. И то только потому, что у них не было дополнительного вот этого балла за скорость. Но они все-все-все вложились во время, девочки, представьте. Поэтому здесь уже как рука поведет, но они в гелевой, именно в гелевой технологии выполняли рекордное моделирование. Так, эфир будет в записи. Да, будет в записи. Так, сейчас, девочки, я гляну, что я выполняю такое. Значит, мне немножко плохо видно, но ничего. Я вам тоже вот показываю. Сейчас, девочки, одну секунду я уберу, посмотрю, посмотрю. Дело в том, что в рекорде нет времени на опил ногтевого ложа. Поэтому ногтевое ложе выкладывается на готовность. Оно должно быть максимально ровненьким, максимально кругленьким, максимально четким, с симметричными усами. Вот настолько, насколько вы можете это сделать. Всегда ищите ориентиры, точки в роста ищите. Запоминайте форму ложа, именно вот этот краешек. Когда вы тренируетесь, уже глазками запоминайте саму форму, чтобы на конкурсе вам ее выложить, чтобы ложе не было широким. Вы всегда делаете немножечко уже вот эти боковые части, где я сейчас поглаживаю кисточкой, вот здесь, чтобы ложе было немножко уже, чем ширина проксимального валика. Не оставляйте его широким, широчезным, потому что будет таким вот, такой как пузатый френч, некрасивые боковые будут, будет очень мало усиков. Так, я сейчас сушу. То есть здесь выкладка на готовность. Понимаем, пилить некогда. Пилить здесь некогда. Когда вы проверяете выкладку на готовность, что вы делаете? Вы проверяете бортик удлинения, который у нас должен быть. Вы проверяете форму удлинения и точки усов в полигеле, в геле, даже в геле-желе. Вот это можно сделать. Это ваша практика. Одним словом скажу и ничего другого. Только практика. Не надо валить горы. Моделирование на готовность. Вот тут каждый мастер действительно показывает свою точность, владение техникой, распределения материала, понятием контроля материала полностью. Посмотрите. Ноготь абсолютно тонкий. Бортик удлинения у меня невысокий. То есть сам вот этот бортик. Потому что свободный край у нас один миллиметр должен быть. Можно заскринить. Кому интересно, пожалуйста. В этот момент вы можете сделать скрин, чтобы вы понимали, что никаких гор, девочки. И точно так же мы работаем всегда в салоне, стремимся, чтобы не было перерасхода материала. И чтобы это все было меньше нам пилить. Все, я ставлю в лампу и полимеризую. И так я уже сказала, как бы вы не хотели, но нет времени на опил ложа. Поэтому вот то, как вы владеете кистью, как вы выложили ногтевое ложе, это и будет ваша красота линии улыбки. Дальше после полимеризации я сейчас выкладываю белый цвет. И хочу заметить, что все делается только в одном слое. Только капелька геля, либо же капелька акрила, шарик акрила, либо же капля полигеля. Всего лишь один шарик розовый и один шарик белый. Все. Ни на какие слои не хватает времени. Потому что мы что? Мы еще дополнительно боремся за дополнительные минуты. Потому что можно сделать за 30 минут, а можно сделать, к примеру, за 25. И получить плюс дополнительных 5 баллов в этой номинации. Рекорд Украины в прошлом году поставила мастер, которая сделала за 16 минут. Это круто. Скажите, круто. Так. Я беру белый. Я работаю тоже дальше. Я работаю полигелем. Беру белый. И выкладываю край. Когда вы дома тренируетесь, рекомендую всегда тренироваться вот на той модели, на которой вы будете участвовать. Либо на похожей, чтобы были размеры ногтевой пластины, приблизительно такие же, чтобы вы уже глазками запомнили, какой брать набор материала. То есть, сколько, как выглядит в диаметре этот шарик. Вот так я вам сейчас сделаю, чтобы им не было хоть немножко видно. То есть, глазками, да, вы запоминаете диаметр вашего шарика, либо диаметр вашей капельки. И автоматически уже просто там с закрытыми глазами вы раз-раз-раз его прижали, и у вас получился край-кончик. Все, одной каплей. Никаких добавлять, ничего мы не успеем, если мы что-то будем добавлять. Представьте, как круто вашим будет клиентам, когда вы в салоне сделаете выкладной френч за час. А хочу заметить, что все мои конкурсники, когда тренируются, у них нет другого выхода. Они всем своим клиентам делают вот этот выкладной френч. Но походу за полчаса они снимают старые ногти, готовят шаблоны приблизительно тоже, там минут 20 уходит, и моделируют на скорость френч. Клиенты в шоке, они счастливы, потому что у них свежий френч. Плюс еще, в общей сложности, за два часа вместе со снятием старых ногтей. Представьте. Вот таким образом девчонки выходят на время. Если вы сделаете два раза и пойдете на чемпионат, ну, я считаю, что это будет мало, хотя все тоже зависит от вашего опыта и от вашей уверенности. Может и один раз мастер сделать, и у него все-все-все пойдет как по маслу. Важно чувствовать архитектуру. Итак, когда вы выложили край, на линеечку не забываем делать вот такое волшебное движение. с примеркой я попадаю. У меня 6, у меня пойдет миллиметр в опил. Все отлично. То есть, помним о том, что не менее 5 миллиметров. И отмечайте всегда тоже себе на шаблоне. Рисуйте, либо же скребите ножничками, либо рисуйте чем-то в длину, до какой степени вы будете моделировать, потому что поле это поле. На поле иногда бывает такой случай, что вы даже вот растерялись, вы где-то что-то не видите, где-то вам сложности, либо забылись. Боже, все это на самом деле бывает. Все это пережил любой конкурсник, но мы все вместе идем дальше. Так, я вижу в эфире знакомые лица. Всех приветствую, кто присоединился. Покажите, каким полигелем вы работаете. Так, сейчас, девоньки, сейчас я гляну, что я тут сама на выкладывала, да, а то вам и рассказываю. Очень-очень сложно мне что-то увидеть. Тоже так близко стараюсь перед камерой держать. Окей. Так, смотрите, можно заскринить на готовность. Посмотрите, никаких, много-много каких-то гор. Вот забудьте о горах. Причем в салоне тоже. Не за счет толщины выкладки материала у нас держатся ногти. Ногти у нас ультра-тонкие, круто носятся за счет постановки форм правильной. Ну, естественно, когда у вас еще качественный материал. То есть, понятие архитектуры это наше все, а не толщина. Так, заскринили? Заскринили, да? Отправляю сушить в лампу. В таком слое белейший материал просохнет за одну минуту. Если наваяете очень много, очень густо, толсто, естественно, полигель может не просохнуть. Я работаю, девочки, у меня свои материалы. У нас своя торговая марка уже больше трех лет. Вот я собираю по крупицам свой бренд. И этот вопрос о создании бренда стал очень твердо тогда, когда я стала тренировать очень много конкурсников. Я в этом движении уже шесть лет. Шесть лет на всех чемпионатах мои выпускники занимают призовые места. И в большей степени мы берем номинации по моделированию. Поэтому, когда я создавала свою торговую марку, я обращала внимание конкретно на легкость в работе, на то, чтобы все сохло, на то, чтобы все хорошо выкладывалось, на то, чтобы все хорошо растягивалось, на цвет, опять же таки, потому что, когда вы моделируете френч, на конкурсе, вот тоже хочу к этому вернуться, очень даже вовремя я вспомнила, ложе не ценится вот такого цвета зефирного, как мои ногти. Нет. Ложе должно быть, иметь свежий цвет, это более натуральный оттенок, вот как ногтевое ложе, то есть придавать свежесть ногтевой пластине. Никаким образом не берите какие-то вот зефирные, розовые, сиреневые, все-все-все вот эти оттенки камуфляжей, которые, например, вот на основе белого пигмента, бежевые, иногда вот сейчас тоже модные, такие бежевые, плотные, розовые, плотные, сиреневинка. Нет, они на конкурс не подходят. Когда вы будете моделировать на конкурсе френч в любой номинации, а их походу, и современный миндаль френч, и тайм-рекорд, и конкурсное моделирование, и солонка. Девчонки, цвет камуфляжа играет огромную роль, поэтому берем натюрель, посмотрите, вот такой натюрель принесет вам успех. Итак, снимаем формочку, и всегда, вот как я вам развернула сейчас, вот так вы тоже делаете на поле, это вам мой лайфхак тоже, потому что если у вас где-то что-то не просох, вот там вот белый, и он у вас вылез, да, это из-за того, что, к примеру, какая-то была неравномерная подложка, то вам необходимо быстренько надо что-то с этой поверхностью сделать, да, чтобы убрать то, что у вас там где-то в эту дырочку, да, в эту, в эту, в разодранную подложку, где-то что-то вылезло, а это, девочки, по ходу время, поэтому обращаем внимание, когда выкладываем подложечку, чтобы она у вас была выложена нерваная, будьте внимательны, но, блин, прозрачный материал, бывает, вот не всегда его видно, нам надо выложить ультратонко, правильно, а иногда вот прозрачечку, не всегда можно увидеть, но я вас просто прошу и предупреждаю, чтобы вы делали очень-очень тоненько, но контролировали, чтобы не было разрыва, только в этом случае у вас будет вот такая чистейшая изнанка, у вас все отлично просохнет и окей, и еще по поводу, гляньте, какое, какая толщина, вот тоже можно вот этот момент вот за скриньте, чтобы вы понимали, какая толщина должна быть у вас, для того, чтобы вы меньше пилили, это рекорды, девочки, здесь каждое ваше движение, каждый набор капли, распределение материала играет огромную роль, чуть больше выложим материала толще, естественно, будем дольше пилить, а пилить у нас с вами времени нету, потому что мы идем, что, мы идем на скорость, мы хотим заработать дополнительных баллов, поэтому выкладываем вот так, все, кто заскринил, это вам образец, окружность круга, процент окружности круга, минимум, минимум 40% от окружности круга должна получиться у вас арка, круто, спасибо, Оля, вот кто ценитель этого искусства, это наши конкурсники, это опять же таки наши преподаватели, и они же уже и тренируют, вот да, наши конкурсники, они уже тоже тренируют свои команды, растят и развивают профессионалов, это самое крутое, что только может быть, я вам хочу сказать из своего опыта, что именно Френч, именно Френч дал мне возможность быть той, кем я сейчас являюсь, и так начинаем пилить, и так начинаем пилить, немножечко попилим сейчас, девочки, выдерживаем этот опил, сколько у меня еще времени, я сейчас гляну, у меня осталось не так-то много времени, когда вы начинаете пилить, пилим боковые, когда вы попилили кончик, край, торец, вы обязательно меряете на линейку, у вас должны быть все вот три вот этих вот пальчика центральных, одной длины по свободному краю и одной длины по ногтевому ложе, и так, если вы выводили на 5 миллиметров, значит, все должны быть 5, если вы выводили на 6, 6, 7, 7, будьте внимательны, начинайте всегда пилить с самого короткого, вот увидели самый короткий и пилинули его чуть-чуть, чтобы потом все остальные более длинненькие уже подводить под него, так как мы знаем, что добавлять никакой длины у нас нет времени, этим уже никто из нас не занимается, поэтому здесь все, все-все, эта номинация вот и моделирование настолько развивает глазомер, вы не можете себе представить, вы в салоне ногти делаете за 5 секунд, я вот сколько себя помню, я специализировалась в обслуживании именно по френчам, девочки, то, что говорят многие, никто не заказывает френч, я не могу вообще это слышать, потому что я четко знаю, что только те, кто заказывает френч, вот этот идеальный, крутой, классный, они дают нам возможность зарабатывать, невозможно заработать столько денег на гель-лаки, невозможно это все заработать, девочки, можно иметь пару клиентов по френчу, и все нормально, и вы будете себя чувствовать отлично, а если вы будете выполнять эту услугу еще и быстрее всех, быстро, быстро, то поверьте, они никогда от вас не уйдут, потому что каждый клиент, который у нас дорогой, да, вот-вот какой-то статусный клиент, они ценят еще и время, поэтому рекорды необходимо ставить в первую очередь самой себе для своих клиентов, и во вторую очередь демонстрировать у нас на конкурсе и зарабатывать призы и подарки, в любой, вот, в любом стиле вы запиливаете продольную линию, то есть я вам говорила, что апекс может находиться сейчас на виду, как в одной трети, так и посерединке ногтевого ложа, либо может быть находиться посерединке всей длины продольного изгиба, где-то вот здесь приблизительно, то есть ближе уже к краю ложа, к краю удлинения, главное одинаково проявите себя пожалуйста в этой номинации, так, ну и все, я заканчиваю, покрываю сейчас топом, для того, чтобы еще успеть развернуть камеру и немножечко вам рассказать еще об этой номинации, так, топом, перед тем, как покрыть топом, тоже не забывайте о том, чтобы хорошенечко обеспылить поверхность, потому что очень часто вот это остатки пыли нас подводят на конкурсе, где-то у нас не полимеризуется топовое покрытие, либо же ложится такими, знаете, как кусками, где-то какие-то там попадаются крупинки, отопило, поэтому обязательно и вот так вот и внутреннюю арочку тоже смотрите полностью, чтобы ноготочек у нас был максимально чистенький, так, и теперь перекрываем топом, так, где у меня топ, перекрываю, прекрасно, я еще вкладываюсь немножечко, ой, с вами пообщаться и рассказать. Так, пишите мне, пожалуйста, было ли вам интересно, если вы мне будете писать, что все интересно, то, естественно, я буду продолжать проводить прямые эфиры, буду знакомить вас с номинациями, буду показывать мастер-классы, девочки, бесценные мастер-классы, так, что я держу, сейчас я сушу, сушу, буду показывать вам бесценные мастер-классы по подготовке к этим номинациям, и вы можете реально начинать уже готовиться, дай бог, что скоро у нас закончится карантин, восстановятся все-все-все наши конкурсы, и мы с вами будем давать опять же таки жару, вот, спасибо, спасибо, девочки, вам за обратную связь, да, мне очень приятно, что вы все здесь, значит, мы будем продолжать эфиры, потому что в каждом эфире я рассказываю вам не только просто об участии, да, я же вам показываю техники, и это очень важно для вас, я раскрываю вам практически вот все-все-все карты со стороны судьи, то есть я делаю такое моделирование, какое хочет увидеть судья, глазами судьи, вы все смотрите, и вы все делаете, то есть не очень-то и сложно, девчонки, поверьте, обязательно-обязательно контролируйте материал для того, чтобы вы меньше пилили, вот, дотронулись, взмахнули пилочкой и собрали дополнительное количество баллов, и так, и так, вот, архитектура, гляньте, салонное моделирование, французский маникюр и тайм-рекорд френч, она практически похожа, но процент окружности арки в рекорде выше, больше, 40% и более, по продольному изгибу мы видим, что апекс у меня находится немножко выше, чем вот в этой модели, в этой архитектуре, но я вам говорила, что это все допустимо, вот, поэтому, девочки, просто в салонке больше времени дается, и мы всегда начинаем с салонного, но я говорю, не за всех, чаще всего, конкурсники берут много номинаций, две номинации, три номинации, знаете, как вот идет салонка, как разминка, потом садятся в рекорд и дают, делают рекорды, так, я переключаю на себя камеру, и сейчас еще отвечу вам на вопросы, девочки, сейчас, одну минуту, так, секрет, Какой секрет? Мне кажется, после моего мастер-класса Секретов уже нет никаких А где можно приобрести полигель, которым вы работаете? У нас Либо же у нас на сайте Мудракова.com.ua Либо же вы пишете мне на страничку Либо на моей страничке Мудракова Nails School В шапке профиля есть телефон Есть сайт Вы туда заходите и все себе выбираете Еще какие вопросы? Какие вопросы, девочки? Отлично Давайте повторим все с самого начала Для тех, кто присоединился Возможно, в процессе моей демонстрации Я демонстрировала архитектуру Вы открываете секреты Да, да, да Девчонки Я просто очень хочу Чтобы каждый мастер ногтевой эстетики Был профи Не просто так Намазать ногти, укрепить гелем Либо маникюр сделать Наша профессия Наша профессия, она очень многогранна Она настолько многогранна Что вы даже себе не представляете В нашей профессии есть еще очень много художников Потому что именно художники Они перенесли вот эти все техники Лепки Техники, росписи Акриловыми красками Акварельными красками Гуашевыми красками То есть все, что художники, к примеру Вот знали в своей профессии Перенесли в маникюр Точно так же, как и модельеры-конструкторы Откуда вы думаете Я с легкостью учу всех Вырезать вот эти шаблоны Вот эти бумажки Ну, конечно В одну из моих профессий Вернее, в один из моих талантов Это были курсы Модельера-конструктора И, естественно, под ноготь Мы тоже самое Мы делаем вот эту выточку И я обратила внимание Что те девчонки У которых были такие навыки И таланты Вот до профессии Мастером маникюра До ногтевой эстетики Вот они все очень легко справились С этими шаблонами Потому что мы понимаем Что мы делаем выточку Под ноготочек И, в общем-то Все это достаточно легко Так, итак Для участия в чемпионате Кто захочет Да, вот кого я уже вдохновила А вдохновлять я буду Потому что 26 мая Я выйду к вам в прямой эфир С номинацией без опила Что будет дальше Я еще не знаю Но, думаю, если вы напишите Очень много комментариев То мы будем эту тему продолжать Мы будем вам рассказывать О всех номинациях Я, другие судьи, другие мои коллеги О, пошли сердечки Спасибо, мне очень приятно У нас есть чем с вами поделиться И действительно вас вдохновить И в первую очередь донести Что такого сложного Как вы себе представляете Участие в конкурсах Этого ничего нет Наоборот, это очень весело Это очень здорово Вы не представляете Когда мы собираемся Конкурсной командой В учебном классе Что у нас вообще происходит Это волшебство какое-то происходит Девочки Это очень круто Так вот Для того, чтобы участвовать в чемпионате Вы на сайте СПУ Находите правила Вычитываете Общие правила чемпионата Если вам чего-то не ясно Вы можете выбирать себе тренера И обращаться, конечно же, к тренеру Если вам чего-то тоже непонятно Вы можете позвонить к менеджеру Вы вычитываете общее правило Здесь дальше идет перечень номинаций И вы читаете Сколько их вообще существует Вы выбираете себе Вот то, в чем вы сильны То есть в чем вы чувствуете свою силу Кто-то в маникюре Кто-то в моделировании Кто-то в аппаратном маникюре Кто-то в художественной росписи Кто-то в лепке Кто-то в сотворении дизайна В 3D фэнтези Тоже такая номинация у нас, конечно же, есть Так вот Вы перечитываете номинации Вы выбираете номинацию Внимательно читайте правила К этой номинации Там, где прописано задание Ну и в своем понимании Как вы это понимаете Вы выполняете Ну, скажу так Что, естественно Тренинги с тренером Дают результат Потому что иногда Что написано здесь Не каждый из вас может понять Что имелось в виду Ну, а мы тренеры Мы рассказываем вам все нюансы Более того Когда тренер Еще и судья То, конечно же, мы Рассказываем вам Как это должно выглядеть Со стороны Вот, да Вот Красоты Понимания Судейства Но не забудьте о том Что Все критерии Написаны только для того Чтобы каждый оценил вас Объективно А не субъективно К примеру Если мы говорим За френч Моделирование Френч Хоть солонка Хоть тайм рекорд Это необходимо Создать модель ногтя С четкими Параллельными Боковыми сторонами То есть Это форма квадрата Никак по-другому Кому-то нравится Зауженный квадрат Кому-то нравится Там еще более Какой-то зауженный квадрат Это ваше Субъективное мнение Так вот Для объективности Судейства Вам четко И прописано Сделайте, пожалуйста Две четкие параллели Никаких отклонений Также у нас написано Что толщина Свободного края Мой любимый инструмент Ёлки Я вам не продемонстрировала Должна быть Один миллиметр Толщина свободного края Но он всегда при мне Это мой главный инструмент В судействе И вообще В моделировании Даже на любых курсах То есть Я показываю Как измерять толщину По продольному изгибу Требование Где должен располагаться Апекс Какая должна быть Продольная линия И конечно же Процент Окружности арки От окружности круга То есть Все расписано Точно так же Как расписано Что учитывается Глянцевое покрытие Что в оценку Входит Цвет камуфлирующего Это называется Контроль материала Техника материала Не должно быть Никаких мраморных Там я не знаю Вот грязи какой-то Да Это все оценивается Выкладка У кутикулы Линия кутикулы Это чтобы вы понимали Что не надо Под кутикулу Там огромных Каких-то гор Валить А потом это все спиливать То есть Плавно на нет В кутикулу Всегда уходит материал И каждый шажоль Каждый пункт Критерий оценки У вас расписан И когда вы готовитесь Вы сами же себя По этим правилам Можете и проверять То есть Каждый пункт Вы себе отмечаете Тренинг Это ключ к победе Оля знает О чем она пишет Это правда Но у каждого У каждого Свое видение Свое понятие Свое восприятие Информации И уровень Профессионализма Уровень Профессионализма И заключается В том Что прочитав Правила Вы сможете Сделать любую Модель Новтя Либо же Там нарисовать Какую-то картинку Если мы будем Говорить дальше О конкурсном Моделировании То представьте В конкурсном Моделировании Свободный край Это альбомный Лист Это толщина Свободного края Представьте Который Должен быть Свернут И вот Эта окружность Круга 50% На всех Пяти Ноготочках Представьте Одинаково Все Вот В таком Вот В такой Толщине И продольный Изгиб Естественно Ровный То есть Девочки Все-все-все Описывается В правилах И каждый Мастер Он может Понять Что от него Требуется Точно так же Как и Мы Судьи Оцениваем Объективно Вашу Работу А не Субъективно Мне это нравится А мне это Возможно Нравится Поэтому Наш судейский Состав Он Действительно Очень сильный И Очень Справедливый Поверьте Я в судействе Относительно Недавно Да